Вечер добрый, уважаемые аудитории, доброго времени и суток тем, кто посмотрит этот эфир позже на нашем YouTube-канале «Абакан-24». В этом часе программа «Особое мнение». Меня зовут Константин Аникин. В гостях у нас находится Татьяна Валерьевна Новок, руководитель службы «Единый социальный телефон». Татьяна Валерьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время прийти к нам в эфир. Скажем так, после определенного перерыва, который был вызван вашим обучением и, в принципе, деятельностью. Давайте, наверное, с обучения начнем. Куда вы ездили, ну и, собственно, почему важно проходить обучение, даже статуси руководителя, в принципе, почему важно повышать квалификацию такой организации? Мы ездили, не только я, но и консультанты ездили, повышали свой уровень в Новосибирск. На базе Новосибирского государственного университета фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организован цикл обучающих мероприятий. Эти обучающие мероприятия зависят от того, как долго работает человек в сфере телефонного консультирования. Они разбиты по уровням. И на самом деле все очень довольны. На любой ступени обучения каждый вдохновлен той возможностью, что есть еще зоны роста. Есть еще творческие идеи для новых мероприятий. Вот я как руководитель, если ездила учиться, помимо того, что мы актуализировали материал обучения, очень интересно тем, что мы разбираем кейсы. То есть реальные случаи, сложные, ну это всегда сложные случаи в практике, что позволяет смотреть на ситуацию с разной стороны, на себя примерять. Как бы ты в такой ситуации вообще среагировал, консультировал, вел бы себя. Сталкивался ли ты с подобным или не сталкивался. Был тот случай, который я для себя отметила, что в моей практике, например, такого не было. Я вот с такими запросами еще не работала. Опять-таки зона роста есть, куда к чему стремиться. И плюсом родилось две свежих новых идеи, которые мы точно планируем реализовывать. Ну пока я, конечно, не буду их озвучивать, как там в народе говорят, чтобы не сглазить. В общем, пока проговаривать их не буду, но тем не менее, есть опять-таки идеи для того, к чему стремиться. Если говорить об обучении, я так понимаю, что это были какие-то сессии, встреча с коллегами из других сибирских регионов. Насколько подобна их работа? Ну вот у каждого региона свои особенности, у единого социального телефона? Или многое похоже, скажем так, друг на друга? Нет, весь основной скелет один и тот же. И принципы работы абсолютно одинаковые. Анонимность, круглосуточность, бесплатность. Это база, которая является у всех регионов неотъемлемой частью. Характер звонков преимущественно одинаковый. То есть также звонят в основном дети, есть и взрослые. И классификация звонков примерно одинаковая, да. Есть какие-то отдельные нюансы непосредственно у коллег. Вы разбирали, я думаю, какие-то определенные, как сейчас модно говорить, кейсы или какие-то конкретные ситуации. Что ваши менторы, лекторы на этот взгляд думают, несмотря на то, что вы опытные руководители? То есть есть какой-то новый определенный инструментарий или новшество вообще в работе со звонками? Кардинально нового, принципиально нового нет. Скорее актуализация, скорее разбор вот случаев единичных, особо сложных. Чаще всего это случаи связаны либо с суицидальными обращениями, либо жестоким обращением с детьми. Либо вот знаете, заболевания, вот касаемо заболевания, опять-таки я поняла, что еще есть над чем работать. Когда человек в нашем современном мире, в 21 веке может остаться изолированным, а от него могут отвернуться все, хотя, казалось бы, мы все грамотные, культурные, просвещенные и так далее. И медицина очень-очень сильно шагнула вперед. Но скорее про то, как можно в одну секунду потерять контроль над своей жизнью. И набор инструментариев, еще раз повторюсь, кардинально не отличается. И велосипед не изобретен. Скорее позволил посмотреть по другим углам. А кейсы как таковые можно ли пару озвучить? Вот именно что вы разбирали, с чем работали? Ну давайте рискну озвучить, потому что в любом случае это не в нашем регионе. Обратилась абонентка. Она проживает в населенном пункте, достаточно небольшом. Скорее это поселок городского типа. У нее супруг ушел добровольцем на специальную военную операцию и на данный момент находится там. Есть общий ребенок, девочка 10 лет. И выясняется, что у девочки туберкулез закрытого типа. Медицинские работники отреагировали так, как должны отреагировать, но абсолютно по всем своим нормам. Девочку поместили в стационар. Взяли анализы у мамы девочки и у папы девочки. Соответственно оповестили, так как и обязаны были оповестить коллег и работодателей мамы этой девочки и папы. То есть туда, где проходит специальная военная операция. Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, маму сразу уволили с работы. Она осталась без средств к существованию. И ему папе там, на передовой, тоже все устроили бойкот от него, тоже все отвернулись, ему пшусь нелегко. И мама вынуждена каким-то поселок городского типа, девочку положили, скажем так, в город. То есть маме какой-то путь нужно преодолевать, чтобы прибывать к девочке, чтобы чем-то ее там кормить. При дуберкулезе мы знаем, что самое основное это максимально калорийное питание, сбалансированное. То есть ее нужно чем-то кормить, так или иначе, к ней туда нужно ездить. Это же все не быстро, это не неделя и не завершится. Вот и для девочки стресс, для самой, та, которая заболела. Потому что в школе тоже возникли проблемы. Вот мы с таким даже можем столкнуться в нашей жизни. Ну то есть да, мы говорим здесь даже не о способе решения этой проблемы, я думаю, что там есть определенные пути, а именно то, как реагирует общество. Вот вроде бы современное общество на ту ситуацию, которая знакома, и в принципе, да, медики знают, как ее, скажем так, выравнивать, лечить. Ну то есть вот здесь все равно легко, скажем так, и стать изгоем. В одночасье потерять контроль над всей своей жизнью полностью. Это нужно куда-то устраиваться на работу, нужно вообще, чтобы кто-то тебе хотя бы где-то помог изначально с денежными средствами, да и вообще коммуникации после этого налаживать. И тут вообще с разных позиций на эту ситуацию можно смотреть. Из позиции сообщества, из позиции самого абонента, из позиции вот супруга абонента, да, опять-таки он далеко ничем помочь не может, и там ему каково, как быть, что при этом испытывает сам консультант. Есть ли какая-то динамика, вот тот регион, который рассказывал об этом случае, удалось ли как-то вот ей вернуть, опять же, там, веру в людей, веру в то, что, как бы, ситуация там поправила, и прочие моменты как-то удалось не проработать с этим человеком? Да, безусловно, консультант очень грамотно, когда мы разбирали эту ситуацию и обсуждали ее, консультант очень грамотно справился со своей задачей, были выстроены четкие планы на будущее, на ближайшее и на чуть отдаленное будущее. И простройка четкого алгоритма решения на бытовом уровне помогла также снизить эмоциональное состояние, накал эмоционального состояния у звонящего, то есть у абонентки. Это, опять же, интерпретация была слов или напрямую вот вы разбирали запись этого телефонного звонка? Записи разговоров ни у кого не ведется. Не имеем права, даже в своем узком кругу не имеем права. Ну да, здесь это, скажем так, взрослое обращение, а рассматривали ли вы на учебе детские какие-то подростковые звонки вот с этой категории, как сегодня работают ваши коллеги? Да, повторю, кардинально нового ничего нет, скорее с жестоким обращением в отношении детей. Были звонки, которые мы разбирали. Ну, пожалуй, вот настолько яркого, наверное, мы не будем на этом акцентировать внимание. Я так понимаю, что был у вас теоретический курс и, собственно, практический. А как вы отрабатывали практический, то есть это были, скажем так, какие-то, может, там, подготовленные материалы, люди, которые играли роль абонентов, и вы прорабатывали эти ситуации? Так делают на, еще раз вернусь к тому, что несколько ступеней обучения, и вот когда консультант только приходит в эту профессию и достаточно мало отработал, они прорабатывают таким образом, да, они играют роль и абонента, и консультанта. Ситуации, вообще, знаете, не обязательно заготавливать какие-либо ситуации заранее, они на поверхности, они волнуют самих консультантов тут же, то есть легко их уловить из аудитории и разобрать, по какому алгоритму консультировать, что делать консультанту. У нас кейсы разбирались на круг. Были интересные форматы подачи. Ну, наверное, с точки зрения профессиональной позиции я не буду их озвучивать, но они также отрабатывались, да. Кто-то один задавал тему разговора, высказывал запрос, проговаривал его, и по другому методу выбирались консультанты, ну, не так, как, например, на начальном уровне. И супервизорские были отработки, ну, тоже продуктивно. Мы с вами эту тему неоднократно поднимали по поводу, опять же, кадровой составляющей, что не все могут работать в этой службе, для кого-то это морально, опять же, тяжело. Вот по Сибири какая сейчас кадровая ситуация, везде ли сформирован этот единый социальный телефон, сельдия, вот хватает сотрудников, не говорили об этом? У нас по всей стране, в каждом регионе существует такая служба. Я, пожалуй, вам не готова сейчас ответить про вновь присоединившиеся регионы. А если брать нашу Сибирь, вот только... А вот если брать всю нашу Сибирь, конечно, она вся укомплектована, и линия детского телефона доверия есть абсолютно в каждом регионе и продолжительное время. Есть регионы, которые начали свою деятельность вообще задолго до появления общероссийского номера. То есть вот есть регионы со стажем работы 20 лет и более, да, у них был свои наработки и далее. В 2010 году они присоединились к общероссийской линии детских телефонов доверия по-разному, но при этом вся ниша занята, все работают. Я слышала о том, что где-то есть одно-два вакантное место, но в целом, но там и линий больше в сравнении с нашей Хакасией. Линии больше, соответственно, консультантов и должностей, в принципе, штатных должностей больше. Ну, нагрузка, я так понимаю, в некоторых, может быть, городах, регионах выше в зависимости от плотности собственно населения. Мы, наверное, как Хакасия и Абакан находимся где-то в средней позиции, если брать все сибирские регионы по нагрузке, по звонящим. Все верно, в средней позиции. То есть, если это Кемеровская область, то там самих линий больше, самих центров больше, потому что городов, входящих в Кемеровскую область, больше, плотность населения тише. Ну, вы, то есть, прошли такое обязательное условие, то есть, обучение, повышение квалификации, и там этого хватит на определенное какое-то количество лет, что вы снова потом будете проходить подобное обучение. Вообще, у нас консультанты должны повышать свой уровень ежегодно. Это является залогом профилактики одним из пунктов профилактики эмоционального выгорания. Особенно, когда ты в своем между собой, ну, скажем так, с коллегами, да, которые тебя понимают, с которыми ты можешь говорить открыто, проговариваешь многие вещи, плюс ты получаешь какие-то новые алгоритмы работы или техники работы. Ну, принципиально новых опять-таки нет, но тем не менее, что-то вот, как многогранность, что-то с другой грани ты для себя подчеркиваешь. Поэтому есть специальный график, по которому консультанты обязаны проучиваться, как всегда, как в большинстве организаций, ежегодно 30% личного состава. Но все наши консультанты дополнительно всегда онлайн и очно проходят разные виды обучений. по собственной инициативе. Наверное, знаете, потому что скорее фанатики своей работы. Наверное, так. Потому что равнодушным на такой работе не получится работать. Ну, да, я думаю, что здесь нужно быть абсолютно непредвзятым, с холодной головой подходить к любой ситуации. Но вот это вот чувство сострадания, в принципе, эмпатия. Эмпатия как таковая. Да, она и ведущая, с одной стороны, черта, что позволяет, опять же, находиться, работать в такой организации. И с другой стороны, да, она приводит постепенно к выгоранию, которое естественным образом возникает у каждого работника. Техники остались прежними. То есть это работа с психологом, возможно, какой-то кратковременная деятельность, не связанная с телефоном, как восстанавливается сам сотрудник после этого выгорания? У нас есть обязательно групповые супервизии, на постоянной основе, которые происходят, и есть индивидуальные по запросу. Вот возникла ситуация, которая так или иначе зацепила консультанта, и мы начинаем разбирать, в чем именно она зацепила. Чаще всего консультанты обращаются напрямую к супервизору в нашей службе. Вообще существуют еще супервизии существуют в различных плоскостях, вы можете приходить куда-то очно за ними, вы можете в онлайн формате работать, есть супервизионные группы, которые проводят опять-таки детский телефон-двери для желающих по предварительной записи в онлайн формате, что тоже практикуется. Давайте наверное переходить постепенно к телефонным звонкам. Мы с вами иногда определяем какую-то сезонность и может быть динамика где-то спадает, где-то возрастает. Что летом с учетом того, что возможно некоторые поехали в отпуск и там люди уехали на дачи, какое количество, ну и собственно характер звонков? Количество, что радует стабильно, небольшой прирост, но не кардинальный, не резкий всплеск, но и снижения тоже нет. То есть динамика в целом сохранена. По характеру звонков сейчас в большинстве своем это дети. Мы не так давно завершили тему с экзаменами. вот апрель-май мы принимали звонки в большем количестве, связанные с тревожностью перед экзаменами. И экзамены это были выпускные, школьные. Мы проговаривали, там если есть желание могу напомнить какой алгоритм работы у нас был связанный с разрешением подобных запросов. Сейчас характер звонков чуть-чуть сменился на ракурс отношений со сверстниками и отношений с противоположным полом. Ну то есть как таковая скажем так неразделенная любовь. Если говорить про тех, кто проходил период экзаменации, потому что мы это очень печально из года в год на в основной ленте встречаем вот эти трагические случаи, в том числе и суицидального характера, когда не могут справиться скажем так люди выпускающиеся практически совершеннолетние из школ не могут справиться с тем, что не получили какие-то минимальные баллы, либо не оправдали их надежды экзамены и происходят совсем страшные события. А вот относительно нашего региона, то есть это просто была стандартная тревога, то, что вот как я буду сдавать и смогу ли я вообще сдать, поступить, то есть это, наверное, тревога о перспективе своей жизни в некотором плане. Вот мне понравилась в вашей фразе это, наверное, тревога. Совершенно верно, мы предполагать можем много различных вариантов, почему это тревога, про что тревога. Достоверно и наверняка знать может только сам абонент, сам консультируемый в данной ситуации. Потому что боюсь экзаменов, это очень абстрактное выражение. Давай разбирать, чего именно ты боишься. Чаще вот среднестатистические варианты ответов я либо боюсь родителей, то есть я боюсь их мнения того, что у нас будет конфликт, скандал и так далее. я боюсь насмешек со стороны окружающих всех, не только родителей. И я могу не поступить в тот вуз, который запланировал. Ну, то есть не хватит баллов. Это такие наиболее распространенные ответы. Дальше мы просим, консультируем по такому алгоритму. Давай мы с тобой сейчас проговорим самый наихудший вариант развития ситуации, самый наихудший сценарий. Вот ты боишься, например, что родители будут тебя ругать. Давай проговорим, как ты, вот представь, все, что тебе твое подсознание подскажет, как ты выходишь с кабинета, понимаешь, что ты там набрал 0 баллов или там 2 балла. Приходишь домой, что, какой разговор у тебя состоится с родителями, что они тебе скажут, в каком тоне, какая эмоциональная фраза и так далее. То есть самый-самый наихудший вариант. Мы его проговорили. Дальше бросим абонента достать лист бумаги и нарисовать свой страх. Вот так, как они выведут, без художественного образования, без чего, хоть каракули нарисуй. То есть вырази, перенеси на бумагу эмоциональный свой заряд, свой посыл страха. Затем консультант при этом терпеливо ждет на телефоне, абонент что-то может проговаривать, как он это прорисовывает, какой цвет карандаши или фломастеров или красок он выбрал, что он рисует. Потом просим, предлагаем, что ты хочешь сейчас сделать с этим рисунком. Вот он может как-то динамично с ним работать, то есть он, например, страшно дорисовать что-то положительное. он может его порвать, он может его там в тумбочку сокрыть, свой страх и так далее. Со страхом отработали. Далее возвращаемся на этап наихудшего сценария и готовим план Б. Вот если ты уверен, что родители тебя будут очень сильно ругать, будет большой скандал. Давай приготовим план Б, что ты будешь отвечать и что ты будешь делать после этого скандала. Но он же все равно когда-то закончится, он же не будет длиться вечно. Или ты хотел поступить в этот ВУЗ, баллов не хватает, что будем делать в таком случае? Проговариваем план Б, корректируем его, то есть это все с консультантом естественно происходит. И на следующем этапе еще прописываем какие-то положительные, кто-то может назвать аффирмации, кто-то установки, и так далее. В общем, то, что ты будешь себе ежедневно говорить, чтобы перенастроить свой фокус своего внимания. Это не изменит кардинально ситуацию. Ну, то есть не нужно ждать чудес. Но эта вот вся проработка она сможет снизить степень напряжения. И ты уже как бы готов к тому, что если что-то пойдет не так, то есть если мы проговариваем наихудший вариант развития событий, это не значит, что все пойдет именно таким образом. Это просто говорит о том, что ты выдохнешь, ты уже это проговорил, продумал, проанализировал. Значит, можно концентрироваться на теме изучаемого материала, а не на своих страшных эмоциях. вот такой простой совет бытовой, который мы слышим от своих близких или друзей знакомых, когда ты делишься переживаниями, не накручивай, скажем так, себя. То, что ты в этом есть какой-то резон, гиперболизируешь, просто увеличиваешь эту, проецируя несколько страх, проблемы или что-то еще. То есть, в принципе, здесь детальное рассмотрение, если разобрать эту тревогу, то она совсем будет маленькая, грубо говоря, по форме. И я думаю, что вы к этому потенциально ведете, что ничего страшного не случится, если у тебя будет малый балл по экзамену, либо, не дай бог, завалишь или что-то еще в этом роде. То, что жизнь продолжается, и ты можешь найдешь себя в чем-то другом, и будешь развиваться так или иначе. Вот здесь техника именно на красочную перспективу жизни в некотором плане работает. Я в тему хочу вам рассказать, было так забавно слушать, было две консультации, они шли одна за другой. Ну, практически там совсем мало было в перерыве других звонков. Сначала позвонила девушка, она сдает экзамен, она сдавала первый экзамен и узнала результат, и результат она шла на золотую медаль, то есть полностью все пятерки, вообще все отлично. Она адекватно оценивает свои силы, она рассказывала о том, сколько времени она уделяла, что есть репетиторы, есть все выходные заняты подготовкой к сдаче вообще изначально домашней работы, потом к сдаче экзаменов. И так получилось, что экзамен вот по каким-то причинам она сдала на три. То есть, если переводить результаты экзаменов ЕГЭ в баллы для аттестата, это получилось три балла. И соответственно получается, что суммарная оценка будет выводиться, в общем, золотой медали уже не будет. Ну, серебряная возможно там. Ну, возможно, в зависимости от дальнейших экзаменов. Мне понравились ее рассуждения. Она говорит, вот если бы я знала, что я так плохо сдала экзамен, мне тогда жалко потраченных пустую своих сил. Я бы лучше в это время тогда, ну, то есть, на три бы я и так, и так сдала, а так я еще и мало гуляла с друзьями, там, во всем себе отказывала, чтобы учиться. И так получилось, что получилось результаты за ЕГЭ три балла. Как так? Это несправедливо, теперь все мои ожидания рухнут. Зачем я тогда в принципе свою жизнь выстраивала таким образом? Звонит следующим звонком другая девушка, которая говорит, о том, что очень сильно боится сдать экзамены плохо, потому что папа с мамой в ней разочаруются. то есть, посмотрите, какая кардинально разная картина может быть у людей при примерно одинаковых условиях. Обе девочки, обе хорошо учатся, но при этом одна оптимистично достаточно настроена к жизни, с какими-то четкими взглядами, как оно все должно было происходить, как ценно на свое время, а вторая очень сильно убивается, как все плохо, потому что она не оправдает ожидания родителей. Интересное наблюдение. Да, наверное, абоненты такого возраста, кто сдавал экзамены, они первостепенно ставят, что они кого-то собственно разочаруют, тех же родителей, не оправдают тех или иных ожиданий, собственно говоря. Но мы всегда, наверное, это делаем, даже, может быть, несознательно кого-то расстраиваем или, может быть, чьи-то там ожидания не оправдываем. Но мы как бы этого сами-то и не желаем, скажем так, кого-то. Может быть, здесь вот несколько в грустное состояние ввести. И вот это, я так понимаю, часть объясняется, то, что, ну, не нужно жить, может, там, не знаю, там чужими ожиданиями, ну, даже ожиданиями, опять же, родители. Даже ожиданиями родителей все верно, жизнь одна. Я люблю это повторять, гарантии в завтрашнем дне нет ни у кого. Поэтому да никто не знает, как тебе правильно поступить, исполнять ожидания родителей, или все-таки жить своей жизнью, потому что если ты это живешь для родителей, то у тебя не будет второй для себя, третий для работодателя, не будет, и из черновика на чистовик не перепишешь. Выбирать нужно себя. Чем это можно объяснить, что вот такое, ну, не то чтобы страха, вот именно я там всех, опять же, разочарую, предам и вообще буду там самым плохим человеком. То, что, скорее всего, это закладывается как-то в базовых моментах воспитания в детстве, и вот с этим человеком живет. Родительские установки, все верно. Родительские установки. Но мы же не можем говорить, что это, опять же, какая-то ошибка, которая была допущена в воспитании, но, может быть, это, опять же, несознательное влияние родителей. Во-первых, первое, воспитание ребенка это эксперимент, в котором никто не знает, как правильно. Вот, ну, никто вам не даст четкого алгоритма. Вам, конечно, какие-то, какой-то коридор выстроят, но точно шаг левый, шаг вправо вам никто не расскажет. Второй момент, кто такие родители? Это ведь в прошлом тоже дети, у которых были свои иллюзии, ожидания, травмы, разочарования. И вот со своим опытом, со своим багажом знаний они идут к своему ребенку и рассказывают. Очень важно, чтобы родитель понимал, это про что я сейчас говорю ребенку. Действительно ли в этой ситуации так и должно быть? Или это я сейчас говорю про свою боль, про свои нереализованные желания, там, ну, как вариант, была такая консультация. Мой ребенок сейчас будет обязательно ходить танцевать, потому что, когда я была маленькая, я очень сильно хотела на танцы, а у мамы с папой не было денег, но им было сложно в этом признаться. поэтому они просили меня говорить всем, что мне не нравятся танцы. Ну, вот так, да? И с этим мама идет. И, кстати, я вспомнила, у нас была одна консультация, очень интересная, может быть, я рассказывала, но повторюсь, она уместна. звонила абонентка девушка, 16 лет, да, 16, она ходила в художественную школу, и вот она, истерика в трубке, плач, ну, это не наигранно, это долго пришлось успокаивать, снижать яркое эмоциональное состояние, после этого она рассказывает о том, что ходит в художественную школу, но очень-очень не хочет туда ходить, там же отметки ставят, домашнее задание дают требования серьезные, то есть это вторая школа. Почему ты не можешь маме сказать? Не могу, мама сказала, мне не удалось закончить школу художественную, значит, заканчивать будешь ты, доходишь ты туда в любом случае. Консультант спрашивает, а что тебе самой нравится? Потрясающий ответ. Тяжелая атлетика. Абсолютно полярные как бы увлечения. Вообще из разных областей, из разных опер. Тяжелая атлетика и рисование, и девочка, но она так и не нашла в себе силы противостоять маме, сказать о том, что все-таки я не буду туда ходить, у меня совсем другие увлечения в жизни, поднимать веса. Я думаю, что здесь вы даете вот именно такой определенный алгоритм, что можно не в лоб, а может быть, как-то там через несколько... Но принимает решение абонент сам. Решить мы за него не можем. Да. и пример несколько иной, да, но может быть, он некорректный. Мы с вами как-то обсуждали ситуацию, что в одном из районов республики тоже звонила девочка, по-моему, там 14 или, может быть, 15 лет, ученица, еще, по-моему, даже средняя на школу была. И то, что, да, она была вот там несколько в этой ситуации семейного насилия. Жестокое обращение. Она была в восьмом классе. В восьмом классе. И что она тогда уже знала, что я вот уйду, там, сейчас закончу девятый класс, сама поступлю, сама перееду и уже заживу своей жизнью. То есть, вот вроде бы погодки или там, может быть, там чуть постарше. Ну, вот насколько разный подход к решению своих, опять же, проблем или переживаний? Все мы разные, все мы индивидуальные со своим набором качеств, реакций на внешнюю среду. Мы все абсолютно разные, да. И насколько у той девочки был четкий простроенный план, трезвый взгляд на жизнь, менее эмоциональный, что ли. То есть, вот она умеет понимать, что здесь эмоции, а здесь нечто другое. Мне нужно вот так, как я сказала. говоря о старшей категории звонящих людей предпенсионного, пенсионного возраста, их, я так понимаю, уменьшилось количество звонков сейчас. Уменьшилось. Из-за того, что удачный сезон. Да, мы предполагаем, дачная категория наслаждается жизнью, ловит теплые денечки. Все верно, у нас их количество сократилось. Опять-таки, не в разы, все равно есть люди, которые жалуются, могут позвонить консультанту, рассказывать про свое самочувствие, самоощущение, жалуются, вот, кстати, на взрослых детей. Там речь идет про жестокое обращение в отношении взрослого человека. То есть, когда мама звонит и говорит о том, что не знает, что делать со своим сыном, он употребляет психоактивные вещества, возможно, наркотические вещества, я никак не могу с ним совладать, справиться, он поднимает на меня руку и просит отдать ему деньги, может быть, это нужно добывать средства для удовлетворения своих запросов. Ситуация, это, по-моему, не единая. Вы подобное рассказывали, но только тогда человек употреблял алкогольные напитки и также обижал свою мать. И вот это тоже, скажем так, существует в некоторых семьях, может быть, да, в некоторых, опять же, парах и с такой стороны домашнее насилие от опять же своих сыновей, младших родственников. Вот много звонков и не очень хороших много звонков. Ну, правда, я наоборот стараюсь на ваших вверх рассказывать про то, что волнует наших подростков, наших несовершеннолетних детей. Но есть те случаи, от которых холод по спине проходит, от которых хочется с коллегами обсуждать эти случаи, они не могут не зацепить, не могут оставить равнодушными консультантов. по поводу практики отработки звонков по жестокому обращению с несовершеннолетними. Вы знаете, у нас за эти полгода очень сильно участились звонки, когда консульт, когда абоненты просят передать, просят вмешаться компетентные органы в их дела. и как феномен это ужасно, о том, что это вообще происходит, это ужасно. Но для нас, как для службы, большой плюс, что у нас очень сильно, ну, большой прирост таких звонков, где мы отрабатываем, где приходится, где приходится, простите, передавать эти обращения в полицию, в органы опеки, отрабатывать звонки. Абонент дает свое согласие, просит, вот мои персональные данные, вот там такой-то адрес, ну, вот, пожалуйста, отработайте, помогите. А в процентном соотношении из общей массы звонящих, которые соглашаются на передачу своих контактных данных, сколько это, 10-15 процентов? Нет, гораздо ниже. Нет, в процентном соотношении из тех, кто просит передать свои данные, вмешаться вот иные третьи лица, ну, на самом деле считанные звонки, то есть их не так, не такой большой объем, но у нас их было мало в прошлом году, в этом году прирост. есть ли какое-то этому объяснение? Человек живет в непростых, тяжелых, может быть, условиях, страдает от, может, даже физических каких-то воздействий, но при этом не хочет, чтобы кто-то вмешивался? Ну, страшно, во-первых, во-первых, страшно, поэтому они ищут помощи, вы знаете, мы для себя это объясняем тем, что наши службы доверяют, для нас это показатель доверия. Я думаю, что здесь, наверное, небесследно проходят те акции, которые я устраиваю, когда я хожу по школам, рассказываю о том, что мы существуем сейчас в летний период, в детские лагеря я выезжаю, и загородные в том числе, когда мы рассказываем, что мы есть, что наша служба есть, вы можете обращаться и дети могут попробовать позвонить и понимать, что их за это не наругают, что это не страшно, а наоборот, полезно с нами дружить, что если вы с чем-то боитесь прийти к маме с папой, то консультантам можно не бояться, над вами никто не будет не смеяться, не ругать вас, не обвинять в чем-то, а наоборот, искать выход. И я думаю, что подобными действиями мы провоцируем на большее доверие. Ну, хотелось бы, по крайней мере, в это верить, вот, что все-таки нам больше доверяют, потому что, ну, я думаю, если вы возьмете любую сводку с полицией, вы поймете, что такие случаи, они были, есть и будут, ну, прям всегда. есть особая категория наших граждан, нашего населения, которые с низким уровнем социальной ответственности. везде есть такие, в каждом, я думаю, так или иначе, районе не проживают, органы опеки, полиция их проверяет, в принципе, как-то пытается социализировать. Но вот, если вернуться к выезду в детский тот или иной лагерь, если обратная реакция, то есть, заинтересованы, опять же, дети, подростки, вот, то, что, может быть, это как-то мне поможет, а что это за служба, и, в принципе, какая от нее польза? Или дети просто выслушивают, ну, как таковой, может, приветственную лекцию и расходятся по своим отрядам? Нет, дополнительные вопросы задают уточняющего характера. Какими бы они ни были, вопросы уточняющего характера, это всегда говорит о том, что интерес есть, так или иначе. Даже если это будет самые абсурдные вопросы, действительно, вы работаете круглосуточно, это уже говорит о том, что человек что-то для себя подчеркнул из нашей беседы, из нашей лекции. Ну, у нас там не лекции, мы в игровой форме преподносим материал, в доступной, дополнительно раздаем листовки, деткам чуть постарше, то есть подросткам рассказываем про это. И да, и даже если они с шутками задают вопросы, это тоже реакция, это тоже мы воспринимаем положительно. нет никаких ни обид, ни, не знаю, какого-то неправильного отношения, наоборот, мы рады всему, мы понимаем, что говорят, значит, когда-то дозреет, позвонит. не так давно, да, по весне была общая федеральная, региональная акция по детскому телефону доверия, который мы также освещали и сообщали, а почему вот выделили в отдельную структуру, в отдельное направление в деятельности социального телефона, вот именно детские случаи, детские звонки, ну, специалист же он, в принципе, универсален, так или иначе, в своем. Универсален, верно. Ну, есть вот отдельный пласт, это тот же детский телефон доверия. Если я правильно поняла ваш вопрос, получается, зачем вообще существует детский телефон доверия? Да, то, что вот существует служба, которая работает со всеми возрастами, зачем выделять вот именно здесь детскую патегорику? Она изначально создавалась для детей, и про детей, для того, чтобы каждый ребенок из самого отдаленного уголка, ну, в данном случае нашей Хакасии, имел возможность позвать на помощь, потому что часто телефон доверия выступает одним из каналов, по которому ребенок может сообщить о проблеме, а зачастую вообще единственным каналом, по которому ребенок может сообщить, что с ним что-то не так. И основная цель детского телефона доверия это именно профилактика детского неблагополучия, семейного неблагополучия, потому что семейные, потому что ребенок растет в семье, преимущественно всегда он растет в семье, и профилактика суицидальных тенденций, и вот предотвращение жестокого обращения. тогда вернусь к началу, напомню, мы в 2010 году линию открыли свою единого социального телефона 8 800 200 39 02, а в сентябре месяце мы подождите, да, в апреле открыли, в сентябре месяце мы подключились к общероссийской линии детских телефонов доверия 8 800 200 2122 и взрослому проще сообщить о своей проблеме, он так или иначе может обратиться в полицию, он может обратиться в органы опеки, или еще там в управление социальной поддержки населения, а ребенок нет, они более уязвимы, менее защищенная категория, для которых телефон в основе своей создавался, поэтому мы всегда детей выделяем в отдельный пласт. Ну вот один из недавних таких случаев, который тоже промелькнул в новостях, федеральный канал, первый канал снимал программу про одну из семей в дневной эфир в ток-шоу, скажем так, и снимали девочек, одна девочка совсем маленькая, может там первый или второй класс, вторая девочка подросток, и есть, как оказывается, эти международные жесты, когда большой палец ты прислоняешь к ладони и вот таким вот образом сигнализируешь оставшимися там пальцами о том, что ты находишься, собственно, в опасности. и девочка это сделала, это попало, собственно, в кадр и завалили редакцию там первого канала именно вот письмами, сообщениями, что ребенок находится в опасности и что-то, собственно, нужно делать. Хотя, естественно, она об этом не говорила, не корреспондентам, там, не знаю, кому-то быть еще, и сейчас уже по этому поводу идут разбирательства, органы опеки в это включились, по-моему, даже следственные органы, и да, верно, вы заметили, то, что это единственный, в принципе, способ на сегодняшний день сообщить ребенку о том, что он в каком-то непростом положении. Ну, наверное, во-первых, некому иногда сказать, опять же, кто, возможно, как-то примет решение, поможет, а во-вторых, это, ну, такой же страх, что если я расскажу, то мне еще, собственно, будет хуже, поэтому я буду молчать. И вот существует это направление, в принципе, телефон, ну, там, 13 лет, плюс-минус. На сегодняшний день насколько это эффективный инструмент, и вот как он, в принципе, с детьми работает на сегодняшний день? Он эффективный инструмент, он работает. Более половины всех входящих обращений, это детские обращения, детские, подростковые, ну, то есть, несовершеннолетние. Звонки есть, динамика есть, хоть небольшая, но она существует вниз, наоборот, вниз не падаем, оттока нет звонков, поэтому смело можно говорить, что мы существуем. Вот опять же, показатель того, что мы передаем, отрабатываем алгоритмы, по алгоритму звонки о жестоком обращении в отношении детей, и он увеличился, да, опять же, для нас, конкретно для нашего региона, это тоже галочка в ту сторону, что телефон, это эффективная служба. Да, результаты есть, и, в принципе, как вот завершенные, опять же, моменты, результаты, когда вы проработали это по телефону, и второе, когда в этом же разбираются, собственно, профильные органы. значимые взрослые, иные значимые взрослые, которые наделены правами, полномочиями, то есть мы передаем звонок, исходя из ситуации, исходя из запроса абонента, мы передаем, можем передавать в полицию, у полномочия по правам ребенка, в органы опеки, в комиссию по делам несовершеннолетних, в службу 112. Уровень тревоги на сегодняшний день в обществе варьируется. Сначала это был коронавирус, потом специальная военная операция, и, собственно, недавние федеральные, опять же, новости, действия, все остальное. Как-то на этом фоне был ли какой-то, опять же, всплеск тревоги, ну, я так понимаю, что она сейчас не уходит из общества? Она существует с момента начала специальной военной операции звонки, вокруг этой тематики у нас присутствуют. Присутствуют они с разных ролей. Звонят мамы, звонят жены, звонят дети, и звонят сами мужчины. Убывающие звонили, и прибывшие тоже звонят. То есть мы работаем, ну, скорее, можно смело сказать, со всем спектром в разных гранях с этой темой. Резко, всплеска увеличения звонков у нас нет. Вот он, как начался, он стабильно существует у нас. говоря, скажем так, о людях с измененным сознанием под разным воздействием. Ну, вот откровенно такие, наверное, грубые звонки, либо которые не членораздельны, вы их, может быть, не принимаете, не работаете с ними. Ну, пускай там человек в легком каком-то определенном опьянении находится для того, чтобы, может быть, суметь расслабиться и рассказать вам о проблеме, то вы такие звонки принимаете? Принимаем. Принимаем. Разные, опять-таки, один из самых последних случаев, например, про, по-моему, про алкогольное опьянение было, да, мужчина позвонил утром и говорит о том, что у него очень сильный абстинентный синдром, ему плохо, он хочет похмелиться, ну, как это в народе существует. И вот консультант с ним отрабатывал, как можно, как можно все-таки включить свою силу воли и не сделать подобные действия. Сработало, помогло, он потом звонил, благодарил. Мы обратили внимание на то, что у нас участились, у нас, правда, участились звонки с благодарностями. И консультанты, вернее, абоненты выделяют для себя каких-то определенных консультантов, звонят, рекомендуют, и вот есть такая практика, что нам звонят и спрашивают конкретного консультанта. Для нас, опять-таки, это тоже плюс в том, что, наверное, не зря живем, работаем. Вот сейчас выпускной период, многие заканчивают, и ваш профиль, который на работе пригодится, на стажировку, на добор сейчас не принимаете людей? У нас, видите, закрытого, так или иначе, характера работа. Это такой серьезный вопрос. Вообще не принимаем. Не принимаем. Так по профилю вам, если потребуется сотрудник, то он должен быть психологом, ну, с дипломом. Если нам потребуется сотрудник, в первую очередь, это должен быть дипломированный психолог, не начинающий, потому что помимо профессионально важных качеств, помимо эмпатии, помимо понимания алгоритмов работы, важно умение ориентироваться в ситуации, потому что каждый раз, когда ты поднимаешь трубку, ты никогда не знаешь, что тебя там ждет. Это будет звонок-розыгрыш, это помолчат тебе, или это будет, как у нас в последнее время любят делать абоненты, и я стою с петлей на шее. Есть и такие звонки. И ты должен переключиться, сориентироваться. Вот, поэтому иметь житейский опыт важно для консультанта, так или иначе, иметь какой-то уровень стрессоустойчивости, особенно сложные звонки всегда приходят на вторую половину дня, уже ближе к полуночи, ночью, то есть, это вот важно же сохранять бдительность в этот момент, грамотно, квалифицированно помочь. Ну вот, даже у человека, который с петлей на шее находится, но это может быть явной, собственно, провокацией. Да, мы тут не знаем до конца, так это или нет. Когда звонит абонент, ты однозначно всегда должен ему верить и всегда своим голосом не дать поводу усомниться, что там он шутит, что с ним что-то не так и так далее. То есть, ты принимаешь все за абсолют, за правду. И, кстати, даже если дети звонят со звонками розыгрыша именно тему суицидов, мы их всегда отрабатываем максимально серьезно, со всей долей ответственности. Вот, потому что ты не видишь, ты наверняка достоверно не знаешь, с петлей на шее стоит или не с петлей. И это не всегда провокация, это бывают и крики о помощи. Ну, есть такие случаи, когда ты по косвенным каким-то шумам в трубке ты понимаешь, что абонент стоит действительно на табуретке, ты слышишь скрипы из табуретки. И даже если он тебя провоцирует, то есть фактор неосторожности, да? Ты должен максимально сделать все по совести, чтобы в первую очередь тебя совесть не мучила, что ты действительно отработал звонок, как оно полагается, а не спорил с абонентом, провокация это или не провокация. Отрабатываем, начинаем спрашивать очень корректно, что произошло, очень-очень корректно, психолог, если это, например, медикаментозные какие-то способы ухода из жизни, да, просят это двинуть, убрать от себя подальше эти медикаменты, если, ну, как вариант, если абонент причинил себе уже помощь, там, сам повредил себя, разговариваем, это можешь ли ты оказать себе первую доврачебную помощь до того момента, как приедет какая-то служба поможет тебе, вот, если ты, он стоит с петлей на шее, то абонент, консультант выстраивает всю свою беседу, чтобы снять из петли снять с табуретки и уже дальше можно о чем-то разговаривать. Ну, да, разными способами, но вот вытянуть его из этого очага несколько опасностей и перевести в безопасную звонку. Найти ресурсы, найти ресурсы, да, вот, например, дядечка звонил, ему более 40 лет, он инвалид и погибли все его родственники, ну, то есть это, он не упоминает каким образом все, но самое тяжелое для него, что 40 дней назад погибла супруга, он чувствует себя абсолютно беспомощным, ненужным, потому что остался один, про друзей говорить сложно, потому что друзья появляются в день, он инвалид, в день пенсии, чтобы употреблять спиртные напитки. У таких людей сложнее искать ресурс, но важно его найти, что может его здесь задержать, что может его здесь остановить, кошки, собаки, цветы на окне. В одной из консультантов консультаций у девушки для нее были очень, она уже все подготовилась, продумала, раздала все вещи, кроме халата. Вот был один для нее очень значимый, важный халат, с перламутровыми пуговицами. И тот ресурс, за которым мы зацепились, это был этот халат. Потому что она все-все-все четко продумала, простроила, родственников у нее нет, сирота. А про халат консультант говорит, ну ты же понимаешь, что тебя в нем хоронить не будут. Как не будут? А кому я халат свой дам? Он мне очень сильно нравится. И та, это была отправная точка, за которую мы зацепились и пошли дальше работать. Ну вот казалось бы, совсем там какой-то простой предмет, быта, элемент, но на самом деле, как он может кардинально развернуть ситуацию, совсем другое дело. но у нас до 30 секунд будем постепенно завершать. Спасибо, Татьяна Ильевна, за то, что снова поделились опять же историями и немного рассказали о нюансах вашей деятельности. Вам, конечно же, желаем терпения, я думаю, больше всего вам этого желают, да, и развития, на самом деле, потому что служба очень важная и нужная на сегодняшний день, потому что тревоги и прочего все-таки хватает, но как-то надо с этим справляться и все-таки жить дальше, скажем так. Мы прервемся на 4 минуты, у нас короткий блок новостей, следующий эфир, молодежь будет у нас здесь в студии, поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нами, всем хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok